Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Высыпайтесь в полноценный сон, залог крепкого здоровья. Если вы регулярно пренебрегаете им в пользу работы или учебы, организм едва ли скажет вам «спасибо». Из-за недостатка сна организм человека начинает активно вырабатывать кортизол – гормон стресса. А стресс – одна из главных причин снижения иммунитета. Нам же нужно получить совсем другой гормон – мелатонин. Он отвечает за молодость и красоту, которые, разумеется, куда нужнее нам, чем стресс. Так что, отложите ночные бдения и отправляйтесь в кровать до полуночи, так у вас будут все шансы получить запас мелатонина. Если говорить о количестве часов, которые нужны человеку для полноценного восстановления, то цифры здесь у всех разные. Однако согласно последним исследованиям, цифра должна быть кратной полутора часам. Например, спать надо 7,5, 9 или 10,5 часов. Это связано с фазами быстрого и медленного сна, которые укладываются именно в этот временной промежуток. Чтобы отдых был полноценным, проснуться важно в конце цикла, а не в начале. Пейте больше воды и не заставляйте свой организм страдать от обезвоживания. Эксперты советуют выпивать до 2 литров воды в день. Учтите, что чай, кофе и сладкая газировка не считаются. Речь идет о чистой питьевой воде. Важно учитывать, что вода должна быть минерализованной. Можно сделать минеральной самую обычную воду, если использовать правильный фильтр, который обогащает воду полезными микро- и макроэлементами. Стоит отметить, что 90% цинка и 70% магния усваивается нашим организмом из воды натощак. Ведь мы гораздо проще воспринимаем минералы именно в растворенном виде, чем, например, в виде таблетки. Для сравнения из продуктов питания мы можем получить всего до 40% цинка и до 35% магния. А это значит, что потребление воды с минералами укрепляет наше здоровье и помогает поддерживать иммунитет. Параллельно организм получает необходимую ему дозу жидкости, а это значит, что точно не грозит обезвоживание. Не забывайте про физические нагрузки в здоровом теле здоровых дух, здесь с древними мудрецами сложно поспорить. Но знаете ли вы, что разные спортивные активности оказывают разную степень воздействия на иммунитет? Наиболее полезными считаются занятия на свежем воздухе, например, пробежка или скандинавская ходьба. Кроме того, австралийские ученые доказали пользу велоспорта, аэробики и плавания, все они позитивно влияют на продолжительность жизни. Впрочем, если насыщенный график не оставляет вам никаких шансов на полноценный спорт, попробуйте просто больше ходить пешком. Весна к этому располагает. Питайтесь правильно и разнообразно. Правильное питание не означает однообразное, а однообразное не означает правильное, скорее, наоборот. В десятку продуктов, повышающих иммунитет, входят яблоки, чеснок, лосось, бруссельская капуста и другие продукты. Включите в рацион каши из цельного зерна, мед, орехи и кисломолочные изделия. Разумеется, вам придется отказаться от алкоголя и максимально сократить употребление в пищу полуфабрикатов и фастфуда. Материал подготовлен совместно с компанией. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.